Катание на лошадях, ливониха и песни далекой весны 45-го вместе с популярными хитами на английском и французском языках. Второй год подряд в Березовичах отмечают 9 мая по своим правилам. Здесь не устраивают военных марши, не называют страшных цифр, а лишь славят мирное небо и тех, кто положил за это свои головы. Так решил организатор, так полюбилась местным. Не обязательно на День Победы петь военные песни. Это праздник. Люди обнимались, целовались с чужими людьми, когда был День Победы, зная, что погибли их близкие и родственники. Люди праздновали, пели веселые песни, танцевали ГПК, Польку, Краковьяк, потому что война кончилась. И мы сегодня, может быть, не обязательно даже парады проводить, бряцать оружием, а может фестиваль дружбы народу. Свободный формат празднования Дня Победы не исключал государственного гимна и других акций. В деревне всего три ребенка. Именно им поручили почетную миссию – возложение цветов к небольшому мемориалу. Все без помпы, но с честью и уважением. 9 мая – это День Победы. Наши близкие, родственники, деды, бабушки, они боролись за победу. 81-летняя Раиса Старовойтова была в центре внимания. Она, одна из немногих в деревне, свидетельница страшных лет коричневой чумы, не говорила о войне. Она танцевала во славу Победы. Лишь на камеру женщина призналась – быть сильной тогда было крайне сложно. Я остановилась на коленке и сильно зажимала глаза, чтобы не слышно было звуку выстрела. Мама моя с маленьким ребенком, с сестрой было 4 месяца, брату 3 годика было. И мы сидели там, и мы боялись, а я боялась, чтобы не слышно. Пока Раиса Старовойтова задавала настрой на танцевальной площадке, слесарь по образованию, но влюбленный в поварское дело местный житель угощал всех солдатской кашей. Чем будете угощать сегодня? Гречневой кашей, со свининой и с говядиной. Рецепт расскажете? Это по-солдатски каша? Да, это по-солдатски. Это очень просто. Просто обжаривается лук, варится гречка, а потом добавляется тушенка. Больше ста порций полевого лакомства разошлись за считанные минуты. Согревались в холодную погоду фирменной настойкой от хозяина усадьбы. Многие признались, ехали сюда именно за этой домашней атмосферой. География гостей – Минск, Гомель и Бобруйск. Каша очень вкусная, попробовали. Напиток березовичий муж попробовал, говорит, очень вкусный. Обстановка очень праздничная, приподнятое настроение праздничное. Людей много, очень приятно это видеть вот здесь, в этом поселочке. Есть своя специфика какая-то, свое утонченное понимание, что здесь как-то ближе к народу чувствуется. Минск – это урбанизация, там люди заняты своими, закажем. А здесь вот настолько люди открытые, люди доброжелательные, люди всегда готовые. Как тебе с душой, так и ты с душой тоже самое. И реально здесь больше отдыхаешь и чувствуешь отзывчивость, скажем так, людей. Очень такая атмосфера, очень теплая здесь всегда. Мы здесь не первый раз приезжаем, и на Новый год были здесь тоже. Очень хорошо все организовано, и очень хорошие хозяева. Гуляния в Березовичах продолжались еще несколько часов. Лишь к вечеру немногие отправились на тетрализованное представление в Бобруйск, чтобы еще больше прочувствовать атмосферу великого дня. Ангелина Дикун, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.